Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы. Если они есть, конечно же, также не забывайте ставить лайки и мое традиционное. Напоминание, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс, в котором каждый день мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря практически пусто, друзья. Нет каких-то значимых релизов. Единственное, что в 7.00 по GMT выйдет отчет по ВВП Германии. Но я думаю, что он вряд ли окажет какое-то значительное влияние на динамику европейской валюты. Вчера, как вы помните, в Штатах отмечался День Благодарения. Как правило, после этого дня еще можно закладываться под то, что трейдеры и инвесторы не будут возвращаться на рынки только лишь на одну торговую сессию. Поэтому еще в среду они ушли на затяжные выходные. Их мы будем ждать на рынках только в понедельник. Поэтому сегодня торговая сессия тоже обещает быть низколиквидной, малоинтересной и ненасыщенной точно на интенсивные торги. Ну, конечно же, если кто-нибудь что-нибудь не ляпнет, как это обычно бывает, поскольку какой-то новостной вброс на низкой ликвидности напротив может выступить катализатором повышенных движений. Я на фоне последнего обвала курса американского доллара, который, конечно же, разочаровал покупателей американской валюты и тех, кто делал ставку на снижение рисковых инструментов, очень сильно подсократил количество инструментов, за которыми сейчас с точки зрения фундаментального фона стоит наблюдать. И в целом из большого спектра активов, на которые я раньше обращал внимание, сейчас я слежу только за индексом американской валюты, за ситуацией, которая происходит на рынке криптовалют, поглядывающей на нефтянку, потому что с одной стороны вижу вот эту гиперволатильность и, как и любому трейдеру, хочется поучаствовать в этих мощных движениях, но понимая, что эти движения сейчас связаны с высокой степенью новостной неопределенности. И буквально со вчерашнего дня мы решили, друзья, дать еще один шанс золоту, чтобы этот актив все же прорвался выше 1800 долларов за трость к унцу и оказался сначала в районе нашей первой цели, которую мы ставили еще несколько недель назад. Это отметка 1810 и потенциально 1850, как цель, которая также реальна. По поводу американского доллара. Индекс доллара 105.68, мы видим то, что давление на этот актив по-прежнему сохраняется, но я не отказываюсь от покупок индекса доллара, потому что уже неоднократно озвучил свою точку зрения, я сделаю это только после того, как системно изменится фундаментальный фон. Одного лишь настроения трейдеров и обсуждения того, что американский регулятор может замедлить существенным образом темпы повышения процентной ставки пока что, друзья, недостаточно. Все объясняют снижение курса американского доллара, который мы наблюдали, по сути, на позапрошлой торговой сессии, выходом протоколов последнего заседания американского регулятора, где большинство членов ФРС поддержали идею уместности замедления темпа повышения процентной ставки. Это действительно так, но мы вроде как и тоже не сомневались, что темпы повышения ставки точно замедлится, потому что американский регулятор уже четыре раза подряд поднял ставку на 75 байсных пунктов, она уже находится на отметке 4%. Но, если вы вспомните, друзья, у нас дорожная карта того, как ФРС должен действовать, предполагала, что американский регулятор в декабре повысить ставку в диапазоне 50-75 байсных пунктов, потом будет еще два повышения в феврале и в марте. Ожидание этого никуда не делись. И, на мой взгляд, распродажи доллара, которые имели место быть даже после выхода отсчета по инфляции, по сути, уже три недели назад были чрезмерными. И с точки зрения фундаментального фона, ну, рано еще доллар так агрессивно продавать, потому что через буквально две недели, когда состоится заседание американского регулятора по ФРС может подать совершенно другие сигналы. И снова отметить, что считает уместным сохранять ограничительную политику, удерживать высокую процентную ставку, будет делать это ровно до тех пор, пока инфляция не стабилизируется в районе целевого показателя в 2%. Не забывайте, друзья, просто сопоставляйте цифры. Инфляция в США сейчас находится на уровне 7,7%, в то время как цель в районе 2%. Инфляция больше, чем в три раза превосходит целевой ориентир. Очень много было комментариев представителей американского регулятора, сейчас не буду делать на них снова отсылку, мы разбирали их на протяжении последних двух недель. Но тезисные моменты, которые следовали из каждой речи, заключаются в том, что ставка еще не на достаточном уровне, чтобы в достаточной степени охладить экономику и реально повлиять на инфляцию. И американскому регулятору требуется куда больше сигналов, чтобы действительно подтвердить или убедиться в том, что индекс потребительских цен уже неуклонно продолжил снижаться и миновал своих пиковых значений. Всего этого пока что нет. Ждем заседания американского регулятора. Вот это событие, этот фундаментальный фактор будет водоразделом, скажем так, того, что было раньше по доллару и что будет дальше по этому инструменту. До заседания ФРС длинная позиция лично в моем портфеле по индексу доллара останется в приоритете. Золото 1757 долларов за тройскую унцию. Здесь можно перечислить локальные факторы поддержки. Это доходность 10-летних американских трежерис, которые остаются под давлением. Коррекционная динамика американского доллара. Последний отчет CFTC американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, где мы видим интересы институционалов к золоту. И, конечно же, индекс рыночных настроений. Компания Маркетс, я очень часто делаю на него акценты, указывают на то, что есть куда двигаться сейчас золоту в плане развития восходящей динамики, потому что это движение, путь наименьшего сопротивления против большинства трейдеров, поскольку толпа сидит в продажах. Рынок нефти 85-68. Китай продолжает сгущать тучи. Опять же, очень много негатива сейчас со стороны этого региона, связанного с ростом количества заболевших. И, к сожалению, действительно, статистика крайняя. Мрачная, буквально уже измеряется, исчисляется количество случаев за сутки десятками тысяч. Это рекордные показатели за все время пандемии. Система здравоохранения Китая уже стала подавать сигналы, что снова вспышкой таких масштабов коронавируса нам может не справиться. Еще один новостной фактор вчерашнего дня — это комментарии Саудовской Аравии совместно с Ираком о том, что эти регионы могут обеспечить стабильность рынка нефти, если потребуется. Но я думаю, что здесь уже делается ставка на то, что когда вступит в силу потолок цен на поставляемую российскую нефть и, скажем так, серьезно сокатятся поставки из России, они будут готовы увеличить объем предложений. Но мне кажется, что они очень сильно лукают, потому что когда очень сильно сокатятся объемы предложений из России, рынок нефти начнет активно расти. И в таких условиях ценовой конъюнктуры Ближний Восток, оставшиеся участники Содружества Энергетического Пакта ОПЕК+, будут получать сверхприбыль. Вряд ли они от нее откажутся, будут сильно стараться сбалансировать рынок таким образом, чтобы цены на нефть начали снова снижаться. Я жду заседания ОПЕК, которое состоится в начале декабря, то есть, по сути, через две недели. Тоже у нас очень много событий на первые две недели декабря. Это заседание американского регулятора, отчет по инфляции, заседание ОПЕК. И после заседания ОПЕК буду искать точку входа по нефти. И, скорее всего, это будет сделка на покупку. Биткоин 16390, цели прежние 15000. Ждем, собственно, усиление негативного фона, потому что тема краха биржи FTX, она по-прежнему во всех СМИ, во всех заголовках. Никто не может оценить масштабы вот этой паутины взаимодействия этой компании с другими участниками криптовалютного пространства. И, к сожалению, по этой причине вот тотальная неопределенность того, что будет дальше, какая компания потенциально может стать следующим банкротом, оставит биткоин вот в нисходящем тренде по тем прессам, которые оказываются уже больше двух недель. И европейская валюта, друзья, котировки 1.0421. По мнению Wells Fargo, распродажи евро могут начаться на следующей неделе, когда выйдет отчет по инфляции, потому что инфляция может замедлиться. И в этом случае при снижении инфляции у Европейского центрального банка не будет таких уж объективных поводов снова повысить ставку на 75 базисных пунктов. Посмотрим, что будет. Сейчас я вне сделок по евро. JP Morgan рекомендует шортить, пользуясь возможностями текущих высоких значений, продавать евро с целями 0.95-0.90. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!